Добрый вечер! 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 В прошлом году я побывала в Екатеринбурге и старожины мне рассказывали, что в архивах ЭГБ до сих пор хранятся расписки, они скоро будут опубликованы в журнале «Держава», расписки о неразглашении, что во времена безбожной власти в этом учреждении разные находились в Ипатевском доме, там библиотеки, разные хранилища. Так вот, под церковные праздники из подвала слышались молитвы, плач и церковное пение, и на стенах проступали пятна крови, которые было невозможно ни смыть, ни закрасить. Просто боятся произнести даже нашей иерархии это слово, что было ритуальное убийство. Поэтам не коммунизируют. А то, что Георгий Михайлович Гоген Солерн претендует на русский престол, это действительно серьезно, это никакие не монархические игры, здесь нет эстрады, здесь мировая закулиса и все страшно. Божные розы, имперские розы, имперские, спасибо, спасибо, чудные имперские розы, но вот теперь нужно почитать стихи женщинам. Нет, я люблю не битву, а уют, детей, наряды, музыку, природу, да только жить спокойно не даю, конец готовый русскому народу. Но за уют я не пойду в полон, напрасно, ворон надо мною кружит, как испокон я встала у икон, сняла кольцо, чтоб ты купил оружие. Люба. Да, это я написала, но древние эти слова, Россия на вере стояла, и в Боге осталась жива, от зависти вы глумитесь, предав и продав Христа, с Россией небесный видясь. Золотые волосы и уста, таинственные горние тропы, и всех вас Господь спаси, пусть кто-то от общей Европы, а я от всея Руси. Дорогая память, мамина камея, женский профиль вправо, тонкие черты, нежная покорность. Мы так не умеем, мы не разумеем кроткой красоты. Времена другие обрубели нравы, одичали розы, и цветник заглох. Выжили другие, выжившие правы, красоту диктует нам черта порох. Но в домашний вечер зажигаю свечи, розы у портрета. За столом, друзья, нету телевизора, есть стихи, да речи, вот когда камею надеваю я. Царевна несмеяна, смотрит строгая луна, Шум березового стана, дышит травами поляна, Плещет свежестью волна. Божий мир родной, старинный, полон прелести невинной, Полон сказок наяву. На подушке лебединой богатырь уснул, Ну, блинный, силу сон вернет ему. Несмеяна сон лелеет, Ветер тихой песней веет, Потрудился, отдыхай. Русской сказки нет милее, И молитвы нет теплее, Хоть совсем не помирай. Соборный колокол Последний бой пробил, Разоблачен народу мерзкий идол, Святую Русь Господь так возлюбил, И так же сатана возненавидел. Тысячелетний стяг святых побед, Родное небо с вещим Божьим взглядом, Над полем Куликовым нынче свет, Над полем Бородинским, Сталинградом. Каких еще нам надобно чудес, Каких великих мук не испытали, Из пепла святорусскими восстали, Христос воскрес, Воистину воскрес. О, ну это я не заслужила, Такой бургенский, пожалуйста. А вот знаете, Лилии, Лилии это ангельские цветы, На Японии Благовещение Матери Божией, Архангел Гавриил с лилией, И розы тоже, А розы это имперский царственный цветок, И тоже, вы знаете, Это же чудесный цветок, Его, если поставить в воду, Вода же не портится, Можно не менять, Но она не портится. Господь создал, Как говорится в Евангелии, Если Господь какой-то цветок создает, Таким прекрасным, И Он так любит цветок, То насколько больше любит нас, Потому что мы не только образ Божий, Но и подобие. Правда, образ нам дан, А подобие нам предстоит сделать. Мы живем для того, Чтобы вырастить душу. Да, слушая Нину Карташову, Вспоминаются слова классика. Есть женщины в русских селениях. Мало их, но они есть. И Бог даст, они будут всегда. Вот Нина Карташова говорила об истории, О том, что она работает в Международном фонде Славянской письменности и культуры, Которое большое внимание уделяет сохранению наших традиций. Хорошо, что такие традиции остались еще и у нас. И одна из этих традиций – это День города, Который в этом году отмечался в нашем городе Подольске. И встречаясь с читателями подольского рабочего, С зрителями нашего телевидения, Мне приходилось рассказывать, как я работаю над своими передачами. И в том числе, откуда берутся фильмы в фильмах кадры старого города. А берутся они из архива кинофото документов, Там, где сохранились старые съемки. И вот по просьбе телезрителей я обещал показать те отрывки, Которые сохранились, И показывать старый Подольск, Каким он был до войны и после войны. Сейчас мы вам покажем эти редкие кадры. Вот это старый Подольск, река Пахра, Съемки 30-го года, Строительство третьего этажа красных рядов. Вот вы сейчас опять увидите, Как надстраивают красные ряды, К сожалению, сейчас они разрушаются. Кинотеатр художественный, Посмотрите, какой он был красивый, Как белый лебедь, Вот он сейчас виден. Очень хорошо. А это улица Подольска, Серпуховская. Вот кто-то увидит, может быть, своих родственников сейчас, Молодых еще тогда, в те годы. Это съемки 48-го года, Рабочая улица. Вот по улицам Подольска едут велосипедисты. Бывшие церковные ряды, Ныне разрушенные, На Большой Серпуховской улице. Район Зеленовских улиц, Который сейчас тоже застраивается. А это Ревпроспект. Излучина, как бы, То место, где автобусы поворачивают на вокзал. Вид, вот новый дом культуры Лепси. Напротив Лепси строит дом. Новые дома. Советская площадь. Там, где раньше был фонтан. Февральская улица. Старое здание узла связи. Первый автобус. Поворот на вокзал с Ревпроспекта. Это тут механический поселок. Опять же, смотрите, может быть, вы увидите своих родственников, знакомых. Вы сейчас на экране. Городочники. Это вышка на реке Пахре. Вот те немногие кадры Старого Подольска, которые находятся сейчас у нас в студии Подольского телевидения. Мы их используем в нашей работе. Ну, а Бог даст, появится возможность. Приобретем новые кадры кинохроники. К сожалению, это все стоит недешево. Но будем стараться, потому что восстановить тот город, который был, который помнят наши старожилы, донести его до памяти, до тех, кто живет сегодня, это наша задача. И мы, как можем, будем ее выполнять. На этом наша передача закончена. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.